уважаемые мусульмане уважаемые слушатели те кто смотрит следит за нашим каналом в этом небольшом коротком ролике хотелось бы напомнить мусульманам тем людям которые планируют свои отпуска выходные какие мусульманские праздники знаменательные даты с позволения всевышнего аллаха нас ожидает в 2024 году те люди которые следят за луной исчисляют вот эти даты согласно луне могут сразу же нажимать на кнопочку стоп и наблюдать за луной я никого не призываю рассчитывать на мои исчисления пожалуйста будьте добры выключаете нажимаете на стоп этот ролик не для вас а мы с позволения всевышнего аллаха приступим итак первая дата в 2024 году знаменательная дата это ночь с 11 января на 12 января вот эта ночь это ночь рога и ночь рога и знаменательная дата но еще переводится как слова рога от мечты желания в традиционный в традиционным традиционным мусульманском понимании эту ночь означает бракосночь бракосочетания родители пророка мухаммада соли аллаху алейхи вассалям следующий знаменательная дата это ночь с 6 на 7 февраля это называется мир и слова не врач еще и называют мелочке часы чем она знаменательна если сказать вкратце она знаменательна тем что именно в эту в событии и сразу не врач нашим пророк мухаммада соли аллаху алейхи вассалям уже был вменен в обязанность пятикратное совершение молитвы намаз 11 февраля это первый шабан это первый шабан это означает что что 11 февраля наступает первый шабан остается один месяц до священного месяца рамадан с каждым годом рамазан все приближается к зимнему времени следующая дата в ночь с 24 февраля на 25 февраля то есть с 14 шабана на 15 шабан такая дата такое событие ночь барат то есть баратки часы еще называет его много различных сообщений хадисов можно лишь упомянуть часть хадиса посланник аллаха соли аллаху алейхи вассалям которому сказал то что аллах всевышний аллах именно смотрит на своих рабов в ночь который приходится на середину шабан то есть именно в эту ночь всевышний аллах нам намного близок к своим созданием ну там хадис дальше тоже продолжается и вот наступает месяц рамадан первыми первое число рамадан 11 марта согласно грегориан скому календарю вы можете встретить в календаре что 11 марта это 1 рамадан надо правильно считать имейте ввиду что месяц рамадан он наступает с момента захода солнца и по календарю хиджри это будет 10 марта 10 марта вечер заходит солнце и 10 марта вечером все люди собираются мечетях и совершают таравих намаз а уже 11 марта вы как бы соблюдаете пост то есть не кушайте не пьете и соблюдаете все предписания поста вот это то есть 10 марта вечером заходом солнца читаем 1 таравих 11 марта уже не кушаем к дырке счастье ночь аль-кадр она приходится об этом конечно же знает только всевышний аллах но по устоявшейся традиции мусульмане конечно же ожидает его в последней декаде месяц рамадан есть там другие хадисы которые говорят что это нечетных числах но мы иншаллах об этом конечно знает только всевышний аллах но по традиции во всех мечетях проводят различные мероприятия дополнительные поклонения с 26 на 27 раман месяца рамадан согласно хадисам это будет в ночь с 5 апреля на 6 апреля и праздник уроза байрам окончание поста это первый шевель 10 апреля рано утром будет совершен праздничный намаз 9 мая это месяц зулькалда 1 зулькалда 7 июня это первое число месяца зульхиджа и 15 июня то есть 1 зульхиджа и уже 15 июня то есть 9 зульхиджа это будет день арафа в этот день все паломники которые поедут в хадж они будут в этом месте на горе арафат на этой территории и люди которые не находятся в хаджи они в этот день им желательно соблюдать пост так день арафат 15 июня 16 июня то есть следующий день это уже курбан байран 16 июня курбан байран 10 зульхиджа дни такбира ташвик когда совершаются дополнительные такбиры после каждого намаза это 15 16 17 18 и 19 июня до то есть и кенде намаз читается и больше такбир тарчик не не проговаривается вот новый тысячи тысяча четыреста 46 год по хиджи начнется 7 июля то есть то есть будет 1 1 мухарлам то есть первый день нового года 7 июля день ашура 10 мухаррам приходит будет приходиться на 16 июля день ашура 16 июля 4 сентября начало месяца раби-голь-эвэль-эвэль это месяц когда на свет появился наш любимый парад мухаммад салли аллаху алейхи вассалям а с 14 на 15 сентября это уже с 11 раби-голь-эвэль на 12 раби-голь-эвэль во всем мусульманском мире празднуют день рождения пророка мухаммада салли аллаху алейхи вассалям выражает свою радость не на уровне фарза а на уровне такой доброй традиции которая рекомендуема похвально и это праздник называется на улице набит то есть день рождения пророка мухаммада салли аллаху алейхи вассалям вот такие знаменательные даты нас ожидают в 2024 году пусть аллаха тагаля примет все наше поклонение наши труды на пути распространения религии ислам ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху